Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Итак, я хочу дать вам подсказку, как мы можем жить в соответствии с двумя словами. «Но Бог». Первое. Когда вы поникли духом, помните «Но Бог». Позвольте вас спросить, кто из вас когда-нибудь падал духом. Поднимите руки, может, кто-то из вас сейчас в отчаянии, вдохновляя вас, жить в соответствии с этими двумя словами. Второе послание к Коринфянам, седьмая глава. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду. У кого из вас было, что вы служите Богу, но видите проблемы со всех сторон? То есть приходите домой, проблемы, идете на работу и уже по пути сталкиваетесь с проблемами. Придя на работу, вы и там сталкиваетесь с какими-то неприятностями. И даже в обеденный перерыв что-то пошло не так. «Пришли домой, а там проблем только добавилось. Позвонили другу, и даже с дружбой не все в порядке. Проблемы окружили вас повсюду. Мы были стеснены отовсюду. И далее сказано «от вне» — нападение. Внутри — страхи. Куда бы апостол Павел ни обращался. Со всех сторон были атаки, нападки. Приходилось бороться. Они были стеснены отовсюду. Кто из вас знает, что служить Богу не всегда легко? Он говорит «от вне нападения, внутри — страхи». То есть Павел нигде не находил себе покой. Он служил Богу и знал, что находится в воле Божьей. Но со всех сторон его ожидали только одни проблемы. Поэтому я призываю о вас. Жить в соответствии с этими двумя словами. Библия говорит «но Бог утешающий смиренных». А вы знаете, что Бог утешает смиренных? Утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас. Пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Послушайте, Бог желает, чтобы вы знали, что если вы поникли духом, вам стоит помнить два важных слова. «Но Бог». «Но Бог утешающий смиренных». Вы чего-то ожидаете? Может быть, вы ожидаете чего-то от вашего супруга, вашей работы. Может, ждете, когда в вашей семье наконец наступит мир, когда, наконец, вы увидите финансовое благословение в своей жизни. Какое-то время вы не будете видеть этого в своей жизни, но даже в это время Бог пошлет вам свое утешение. Как Бог нас утешает? Здесь мы видим, что Бог утешил их через Тита. А вы знаете, что нам всем в жизни нужен Тит? Здесь говорится, что они не имели покоя. Были стеснены отовсюду. Я хочу сказать вам, что один из способов, как Бог приносит утешение в вашу жизнь, это через людей. А также бывает, что нас окружают не те люди. Они, наоборот, лишают нас мира. Я ведь прав. Итак, Библия говорит, что они имели атаки извне и страх внутри. Но также неправильные отношения могут существенно усложнить нашу жизнь. Вы понимаете, о чем я? Я хочу призывать вас не только к пониманию того, что Бог утешает нас и чтобы мы ободряли словами «но Бог». Но также я призываю вас поставить перед собой цель стать Титом. В определенной ситуации вы можете стать для кого-то Титом. Это особая возможность для вас. Бог не просто утешает людей сам. Он использует людей, чтобы благословлять других людей. Мы с вами призваны быть Титом для кого-то. Даже если вы сами проходите через непростые времена. Я знаю, некоторые из вас переживают непростой период жизни. Но давайте посмотрим, что Бог говорит нам о Тите. Во-первых, он принес Паблу добрые вести. Если вы возьмете на вооружение эти два слова «но Бог» и станете для кого-то Титом, «но Бог даст вам нужные слова». «Но Бог даст вам добрые слова». Если вы придете навестить человека, проходящего страшные испытания, придете к человеку, нуждающемуся в облегчении, убедитесь, что ваш приход не стал еще большей проблемой. Не нужно приходить с негативом, принося дурные вести об экономике страны и так далее. А слышал, что случилось на днях? Вот ужас, да? Нет, и еще раз нет. Вы должны быть Титом и приносить добрые вести. Не добавляйте им проблем. Иногда мы усугубляем чью-то проблему, если только о ней говорим. И также, если вы хотите быть Титом, не нужно быть требовательным в своих отношениях, с людьми. Тита никто не заставлял приходить. Он пришел добровольно. И также, если вы хотите быть Титом, не нужно быть собственником в отношениях. «Ты мой лучший друг, нам никто больше не нужен». Я понимаю саму концепцию «иметь лучшего друга». Но иногда это бывает опасно. Определив себе лучшего друга, вы ограничиваете себя. Возможно, Бог желает дать вам еще несколько добрых друзей в вашу жизнь. Они станут для вас благословением. Поэтому не стоит выделять кого-то одного и требовать безукоризменной преданности. И также, если вы хотите быть Титом, и кто-то проходит тяжелые испытания, проходит трудности, если вы хотите быть инструментом Божьего утешения для этих людей, не нужно ждать, когда они сами придут к вам. Идите к ним первыми. Будьте инициаторами. Проявите внимание. В данном месте Писания мы видим, что Тит сам пришел к Павлу. Он не ждал от Павла особого приглашения. Он пришел, потому что знал, что Павел в тяжелых условиях. И я вдохновляю вас сегодня познать, что значит стать кому-то Титом в тяжкие времена. И также, если вы хотите быть для кого-то Титом, вы должны умножить их радость. Павел пишет так, что я еще более обрадовался. Тит — это тот, кто приходит к человеку и приносит ему радость. Убедитесь, что человеку стало лучше после вашего визита, а не хуже. Ваша задача — укрепить веру человека, а не еще больше ее ослабить. Иначе говоря, ваша поддержка должна их ободрить, а не опечалить еще больше. Если вы хотите стать Титом, если готовы быть инструментом в руках Бога, то смотрите, что говорит нам Слово Божие. Но Бог утешил нас прибытием Тита. Бог знал, в чем именно нуждался Павел. Библия говорит, брат явится во время несчастья. В моей жизни много раз было так, что мои собственные нужды решались, когда я становился Титом для кого-то, когда я не был зациклен на себе и своих нуждах, на своих собственных проблемах. Худшее, что можно делать в отчаянии, это фокусироваться на проблемах. Второе, что я хочу сказать об этих двух важных словах, вас невозможно проклясть. Скажу это иначе. Бог может использовать даже ваших врагов, чтобы вас благословить. План вашего врага был в том, чтобы сильно вам навредить. О, сколько раз в жизни я слышал угрозы от врагов. Но Бог даже ваших врагов может использовать для того, чтобы вас благословить. От своего друга пастора я слышал, как один человек повторял, «Я проклинаю тебя». Тот говорит, «Что ты делаешь? Остановись!» Но он был непреклонен. «Я проклинаю тебя, пусть твой дом сгорит дотла». Мой друг пастор говорит ему, «Да ты не понимаешь. Бог со мной. За меня и во мне». Бог строит свою церковь. Но тот был неверующим и восстал против церкви. Он не хотел, чтобы в их районе была церковь, и организовал протесты, чтобы остановить строительство церкви. Дело не в самом том пасторе, а в том, что он принес Бога в этот город. Тот человек постоянно кричал, «Пусть твой дом сгорит». А в итоге его собственный дом сгорел. Через две недели. Будьте осторожны, чтобы не пойти против Божьих целей. Если вы противостанете тому, что делает Бог, то ваши угрозы и ваше зло обратятся на вас самих. Понимаете? Это очень важно. Давайте посмотрим, что говорится в книге «Бытие», 50 главе, 20 стихе. «Иосиф видел сон, в котором его отец и братья поклонились ему. Братья возненавидели его, бросили в ров, затем продали в рабство. Когда он был рабом, одна отчаянная домохозяйка хотела уложить его в постель. Но он противостал искушению. Однако он оказался в тюрьме по ложному обвинению. Он якобы хотел ее изнасиловать. В тюрьме он истолковал сны двум вельможам. Позже ему представилась возможность истолковать сон фараона. Теперь он стал вторым человеком после фараона во всем мире. И вот Иосиф занимается раздачей благословений. Он раздает пищу людям со всего мира, страдающим от голода. У его ног был весь мир. И вот приходят его братья. Они не подозревают, что перед ними их брат. Они сказали отцу, что он мертв, и что они не знают, что с ним произошло. Библия говорит, что они поклонились перед Иосифом. Он сразу же узнал своих братьев, но они не осмеливались поднять глаза на этого важного человека. Они не осмеливались взглянуть на этого могущественного господина. Знали бы они 18 лет назад, что однажды поклонятся ему. Иосиф был так рад их видеться. «Ребята!» — сказал он. «Да это же я!» «Йосиф!» Представьте, о чем они подумали, услышав это. Перед ними второй человек в мире после фараона. После того, что мы с ним сделали, он нас просто убьет, закопает. Но смотрите, что говорит Иосиф в Бытии, 50-й главе, в 20-м стихе. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохраните жизнь великому числу людей». Помните эти два слова. «Вы не жертва чьих-то попыток вам навредить. У Бога есть высшая цель. Он что-то сделает, и многие люди будут спасены». Я часто вижу, что люди считают себя жертвой своих родителей, своих супругов, учителей, профессоров или правительства. Но, уверяю вас, вне зависимости от того, кто выступает против вас, ну, возможно, они замышляют это во зло, но Бог, именно так мы говорим, но Бог обращает это во благо. Вам нужно взглянуть на вашу ситуацию и сказать, «Да, возможно, все это правда». Возможно, они замышляют против меня злое. А теперь «Но». Вместе все громко, «Но». Бог желает возвысить меня. Слава Иисусу! Я помню то время, когда я работал в ботаническом саду. Мне очень нравилась моя работа. Четыре года я проработал ландшафтным дизайнером. Я любил свою работу, но один из наших менеджеров меня на дух не переносил. Сейчас я думаю, может, я слишком усердствовал. Я тогда был новообращенным. Я носил на работу футболку с надписью «Я личный кошмар сатаны». Стыдно признаться, но мой автомобиль был обклеен христианскими наклейками, типа «Посигналь, если любишь Иисуса». И, конечно, бывало, люди мне сигналили и делали это из добрых побуждений. И, конечно, я помню, что не упускал возможности поговорить с людьми о Господе. Один из моих боссов меня ненавидел. Он сказал, «Когда меня повысят, я тебя уволю». Он пытался навредить моей репутации, пытался убедить людей, что я неудачник, лицемер. Он всячески ставил мне под ножки. Я понимал, что он не против меня. Он так реагировал на Бога, живущего во мне. Когда мы светим Божьим светом на людей, живущих во тьме, этот свет слепит им глаза. Поэтому я никогда не принимал это на свой счет. Я рассуждал так. Пусть Бог нас рассудит. И то, что он делает мне во зло, Бог обратит мне во благо. И вот пошли слухи, что наш главный начальник выходит на пенсию. Тот менеджер был первой кандидатурой на его пост. Как вы помните, он грозился уволить меня, как только займет главный пост. Я подумал, будь что будет, на все воля Божия. Бог нам судья. Даже если ты меня уволишь, я знаю, Бог меня возвысит. Я не стану тебя бояться. И тогда, впервые в истории нашего округа, начальником стал тот, кто был ниже его под должности. А он был моим хорошим другом. Он постоянно просил меня произнести молитву, когда у нас был обеденный перерыв. И там волей-неволей находились все сотрудники. Итак, когда вы понимаете силу этих двух могущественных слов, вас невозможно проклясть. Вы не только осознаете, что вы не жертва, и что то, что человек задумывал во зло, Бог обратит ко благу. Давайте прославим Бога. Бога. Но также вас нельзя проклясть. Люди спрашивают меня, «Как ты думаешь, что собирается сделать дьявол?» Да мне все равно, что он задумал. Мне плевать на него. Я не живу страхами и переживаниями. Что там задумал враг наш дьявол? Меня заботит только то, что творит мой Бог. В книге чисел 22 главе мы видим историю о Валааме. Он был пророком. Бог использовал его уста. Исполнял то, о чем говорил Валаам. И вот царь, который был врагом Израилю, попросил его проклясть детей Божиих, пообещав ему за это деньги. Валаам был заинтересованным лицом. Нехорошо для пророка. Нельзя произносить слова Божие за деньги. Он обратился к Богу с вопросом, «Стоит ли мне проклинать этот народ?» И вот смотрите, что говорит Библия. «Сказал Бог Валааму, не ходи с ними и не проклинай этот народ». Почему? Но Бог. Потому что они народ благословенный. В другом переводе говорится, «Ты не можешь их проклясть, потому что я благословил их». Послушайте, когда вы живете под силой этих двух слов, вы не боитесь дьявола, как бы он не пытался на вас нападать. Потому что вы знаете, что если Бог вас благословил, если вы христианин, и у вас в сердце живет Иисус, вы род благословенный и избранный, вы царственное священство, тот, кто в вас больше того, кто в этом мире, ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Вы голова, а не хвост. Вы на высоте, а не внизу. Никакое оружие против вас не будет успешно, и вас не заботит, что замыслил дьявол. Вас не заботит, что задумали люди, ведь вы живете под силой этих слов. Невозможно проклясть тех, кого Бог благословил. Это просто невозможно. Я часто слышу жалобы людей. «Пастор, дьявол меня атакует. Перестаньте. Станьте под защиту этих слов. Вас невозможно проклясть. В Библии сказано незаслуженное. Проклятие никогда не сбудется». В момент, когда вы обратились к Иисусу, вы были искуплены от силы проклятия врага. Вы свободны. А кого Сын освободил, тот воистину свободен будет. Я помню время, когда у нас было сильное пробуждение в молодежи. Это было в маленьком городке. Огромное количество молодых людей посвятили свою жизнь Иисусу. Мы арендовали большой дом в самом центре города. Туда приходили сотни молодых людей и получали спасение. Мы проводили в этом доме разбор слова. Молодежь приводила молодых людей прямо с улиц, и мы говорили с ними об Иисусе. Я помню один вечер среди пробуждения в дом вошел мощный парень, весь в черном. Выглядел он устрашающим. На нем была черная шляпа. Глаза его тоже были очень темные. Он был одет в черное пальто, как у гробовщика. На протяжении всего служения он сидел хмурый и смотрел на меня в упор. Если честно, все выглядело так, что он собирается меня убить. Под конец вечера я подошел и спросил его, «Как вас зовут?» Без разницы, как меня зовут. Тебя должно заботить то, кого я здесь представляю. Ну и кого вы представляете? Я сатанист. Мы сатанисты. Не желаем видеть тебя в нашем городе. Сегодня мы отрубим голову курицы, принесем ее в жертву, и в результате сегодня ночью ты умрешь. Завтра утром ты не проснешься. У тебя будет сердечный приступ. Мы собираемся сегодня, чтобы проклясть тебя. Это твоя последняя ночь на этом свете. Так что готовься. Я сказал, «Ну что ж, посмотрим». Далее я подошел к моим друзьям, христианам, тем, кто верит Библию, и они не понимали силы этих двух слов. Я подошел и сказал им, «Вы не поверите, что только что сказал мне этот парень». «Он сатанист». «Да, точно похож». И что он тебе сказал? Я рассказал им историю про курицу, которую они принесут в жертву и проклянут меня этой ночью, чтобы я умер. И мои друзья, христиане, сказали, «Если они ночью будут обмазывать наше здание кровью, свои жертвы, может нам провести ночь в молитве, чтобы связать силы тьмы? Мы устроим духовные звездные войны, так сказать. Мы должны молиться всю ночь». На что я ответил, «Нет, я иду спать. Я не собираюсь проводить бессонную ночь из-за того парня. Тот, кто во мне больше того, кто в этом мире. Я благословлен». Невозможно проклясть тех, кого Бог благословил. Они могут принести свою жертву. Делать это сколько угодно. Убить сколько угодно куриц, хоть объесться курятиной. Они могут делать все, что угодно. И, разумеется, на следующее утро я проснулся, как ни в чем не бывало. Послушайте, друзья, вас невозможно проклясть. Может, сейчас вы чувствуете прямо на себе может какое-то родовое проклятие. Я хочу, чтобы вы знали, вы искуплены от проклятия. Ваши дети искуплены. Вы спасены. Поэтому, послушайте, не нужно жить в страхе, что на вас подействует какое-то проклятие. Вы благословлены во имя Иисуса. Если Иисус ваш Спаситель, то вы благословлены во имя Господа Иисуса. Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал Его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог, как следует описать, то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно, вы когда-то ходили с Богом в молодости. Бывает всякое. Жизнь — это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною от всего сердца. Скажите эти простые слова. «Господь Иисус, я прошу Тебя прийти в мою жизнь, простить мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя и молюсь Тебе. Аминь и аминь». Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv, касая «Гифт». Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Пусть Бог обильно благословит вас. Мы говорим «да» лидерскому колледжу «Волна». Мы получили возможность послужить, получить образование, возрасти лично, принять помощь наставника и стать частью семьи. Мы сделали правильный выбор. Ваша история начинается здесь, в лидерском колледже «Волна». Сделайте свой выбор. Я хочу предоставить возможность нашим зрителям, с которыми я разговариваю лично. 42 тысячи человек смотрят нас каждое воскресенье. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы хотите поддерживать нас каждый месяц или сделать одноразовое пожертвование? Вы поможете нам донести это послание как можно большему числу людей. Мы транслируем наши передачи в России и на Ближнем Востоке. Ваша партнерская помощь поможет нашему служению выходить в разных уголках мира. Послание, которое Бог дал нам, несет жизнь, но мы не могли бы поделиться им без вашей поддержки. Зайдите на наш сайт по адресу stivtv.tv касая ТВ-партнер. Становитесь нашим партнером. Вы можете сделать одно пожертвование или жертвовать каждый месяц. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и дать вам возможность стать нашим партнером. Библия говорит, что когда вы участвуете в чем-то большем, ваша жизнь становится, в свою очередь, больше. Это хорошая почва. Мы будем молиться за всех вас. Мы всегда молимся за наших зрителей, за тех, кто с нами. Но знайте, что мы также молимся за благословение и для наших партнеров. Спасибо за поддержку. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Иисус был распят на кресте и воскрес из мертвых, не для того, чтобы мы сдавались и просто выживали. Мы будем процветать во славу Иисуса Христа. Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите, «Господь, я буду идти вперед, я не буду стоять на месте», вы получаете поддержку с небес. Небеса будут всегда рядом с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok